Всем привет, меня зовут Амина Мерсакрима, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст Белка и Стрелка, подкаст о науке и жизни ученых. Это третий сезон, и его мы записываем вместе с камерой, поэтому если вы слушаете нас сейчас, то вы также можете пройти на наш ютуб и посмотреть, какие мы миленькие, хорошенькие, настоящие ученые. Вот, я сама долгие годы ученые, какой кошмар, уже где-то 11-12 лет я являюсь ученым. На сегодняшний день я работаю в Германии в компании Carl Sassi, занимаюсь разработкой экстремальной ультрафиолетовой литографии. Это такой метод, который используется для печати чипов. Своих гостей я приглашаю для того, чтобы простым языком обсудить что-то о науке, и мы, наверное, самый несерьезный подкаст о науке. Мы будем много смеяться, будем много веселиться и постоянно подкалывать друг друга и делиться личными историями. Поэтому, если вы хотите суперсерьезный подкаст, то вам к моему гостю. Сегодня у меня в гостях Илья Смоленский, автор подкаста «Эффект наблюдателя», и вы уже слышали один эпизод с другим автором этого подкаста. Привет, Илья! Привет-привет, спасибо, что позвала. Спасибо, что пришел. Сегодня у нас будет такая классная тема. На самом деле, она, наверное, немножко грустная. Это тема депрессии. Мы будем говорить о депрессии с научной точки зрения. И скажи, пожалуйста, почему я пригласила именно тебя поговорить о депрессии как объекте научных исследований? Да, всем привет. Я Илья, нейрофизиолог. Тема, которой я занимаюсь, область, я обычно ее называю молекулярной психиатрией. Это наука о том, как устроены психические заболевания, какие механизмы их развития. И я работаю не с людьми, а с животными. Раньше с крысами, сейчас с мышами. И то есть на животных можно и нужно моделировать разные психические расстройства для того, чтобы понять, как эти расстройства возникают, для того, чтобы разрабатывать и тестировать всяческие новые лекарственные препараты. И, соответственно, прямо сейчас я работаю в Швейцарии, в Базеле, в университетской психиатрической клинике. И вот год назад я начал участвовать в классном проекте по изучению тому, как именно кетогенная диета помогает при депрессии. То есть это достаточно такой известный более-менее факт, что действительно кетогенная диета помогает. Ну, она была разработана для эпилепсии еще 100 лет назад, но сейчас очень для многих и психических, и нервных заболеваний она используется и изучается активно, в частности, при депрессии. И мы вот на мышах изучаем, как именно, ну то есть тонкие молекулярные механизмы, почему кетогенная диета может помогать и помогает людям с депрессией. Такой вот классный проект. Скажи, пожалуйста, вот я знаю людей, которые сидят на кетогенной диете, да, и они едят, по сути, только, ну, жиры. Ну, стараются есть жиры, да, то есть вот это вот. А чем вы кормите своих животных? Мы заказываем специальный корм. Ну, есть компании, которые прям занимаются экспериментальными кормами. Выглядит она, как такая жирная-жирная сметана, белая такая, значит, жижа, ну, не жижа, даже густая такая субстанция, которую мы кладем в коробочке мышам в клетки. Вот, это проблема на самом деле, потому что обычно корма такие твердые, и мыши грызут, вот, а в этой кетогенной диете они все вечно измазаны, и она по всей клетке, в общем, это, да, довольно непросто, но это довольно важная тема, потому что депрессия до сих пор, примерно 40% людей с депрессией, им не помогают имеющиеся антидепрессанты, поэтому уже начинают, ну, не начинают, а активно разрабатывают какие-то другие альтернативные пути, в частности, с помощью диет, и вот активно это все дело изучается. Ну, я знаю, что кетогенная диета, она очень хорошо помогает при эпилепсии, кажется. Она была разработана, собственно, для эпилепсии. Азу, вот этого я не знала, ну, то есть, получается, она уже очень давно. Да, это был 1920, по-моему, год, первая статья, вот про эпилепсию, то есть, уже 100 лет, да, она применяется, но для других расстройств психических она стала активно использоваться буквально лет 20, что ли, назад, может, 30, то есть, это такая достаточно свежая идея. И, по сути, она, ну, то есть, вот депрессия – это вот одно направление, но есть другие, например, там, я не знаю, шизофрения, какие-то там биполярные расстройства, и она там себя пока что показывает позитивно? Да, есть и клинические исследования, и тоже на животных, что и при шизофрении, аутизм, всякие нейродегенеративные заболевания, довольно широкий спектр, где-то лучше, где-то хуже она работает, но в целом, ну, идея кетогенной диеты, то есть, такой базовый механизм её действия, она улучшает просто энергетический метаболизм, нейроны более эффективно работают, меньше окислительного стресса и всяких побочных продуктов, и поэтому, в общем-то, при всяких нейрологических, психических заболеваниях она может оказывать терапевтический эффект. Слушай, у меня такой вопрос. Я прямо уверена, сейчас половина наших слушательниц свернут в супермаркет и купят самую жирную сметану, которая у них есть, и будут уподавляться твоим объектом исследования. Но, насколько я знаю, да, что, в принципе, вот такая диета, как кетогенная, она, ну, скажем так, для людей, у которых есть проблемы с пищеварением, это не first choice, да, и вообще вот для здоровых людей, вот это, ну, это не то, на что нужно переходить пожизненно, правильно? Да, это, кстати... Как тогда вот это вот, вот как вот находит этот баланс, да, то есть, мой вопрос именно в том, ну, то есть, у тебя вот депрессия, да, и в этом состоянии, честно, я была в депрессии, я бы в этот момент ела что угодно. Сказали бы мне, что сало будет меня спасать, я бы ела сало целыми днями, честное слово, а я мусульманка, я, в принципе, не ем свинину, вот. Это такое состояние депрессии, оно... Вот расскажи, пожалуйста, про баланс, вы находите его, ваши животные, они как сметану, и потом, я не знаю, вы им иногда даете что-то погрызть? Да, мы им даем специальные такие деревянные брусочки, чтобы у них просто иначе... Ну, у грызуна уже зубы растут постоянно, поэтому иначе у них проблемы будут. А касательно кетогенной диеты, это правильное замечание, что, хотя сейчас многие всякие там спортсмены, голливудские звезды и прочие селебрити активно рекламируют эту кетогенную диету, но есть данные, что у нее есть побочные эффекты для там сердечно-сосудистой системы, могут быть не очень хорошие влияния. Ну и, в принципе, на самом деле тяжело сидеть на кетогенной диете и есть как бы один жир и больше ничего. Поэтому я вообще не советую людям без медицинских показаний сидеть на кетогенной диете, лучше сидите на средиземноморской диете. Да, она вкуснее. Она потому что тоже показывает хорошие терапевтические свойства для многих заболеваний. Вообще я написал полгода назад статью популярную именно про то, как кетогенная и средиземноморская диета помогают при депрессии на биомолекуле. Мы ее, наверное, повесим в описании. Да, мы ее добавим и в телеграмм, и в описании обязательно. И вот, поэтому... Но на самом деле сегодня мы не про диету будем говорить, а больше про саму депрессию. Это просто, так сказать, заход тем, чем я сейчас занимаюсь. Да, ну это просто очень важная, мне кажется, и сразу прикладная такая тема. Если вы немножко в депрессии, то, возможно, средиземноморская диета вам поможет. Да, средиземноморской диеты побочных эффектов, в общем-то, нет. Ее всем полезно и больным, и здоровым. Ну, кроме, понятно, что в каких-то случаях... Адергики на томаты, да. Да-да-да. Но в целом, при прочих равных, это замечательная штука, и она вот работает хорошо, и много тоже исследований. И вопрос, почему тогда вы у ваших мышек... Прости, пожалуйста, последний вопрос по этой теме. Почему вы тогда их не кормите чем-то наподобие средиземноморной? Почему вы выбрали именно кетогенную как основу? Это легче смоделировать? Слушай, знаешь, часто особенно школьники-студенты, когда им на конференциях задают какой-нибудь вопрос, они пытаются ответить, мол, это не я, это мне так руководитель сказал, а моя хат с краю. Вот, я могу так наподобие ответить, что я приехал сюда уже в проект, который уже начался. Ну, это у нас так часто. Но, видимо, твой руководитель, он же не с потолка-то взял, не было такого, он такой шел, надоели томаты, перехожу на сало. Нет такого, хотя базик тут рядом, шпеки. Ну, насколько я знаю, там как раз какие-то клинические исследователи его позвали. Вообще у нас проект про, мы сегодня об этом упомянем немножечко, про взаимосвязь депрессии и ожирения. Потому что ни для кого не секрет, что кто-то при депрессии начинает компульсивно есть, а у кого-то, наоборот, пропадает аппетит, соответственно, вес либо набирается, либо пропадает. И до сих пор не очень понятно, от чего зависит, по какому пути пойдет депрессия. И вот у нас проект про то, какие механизмы объединяют депрессию и ожирение. И в этот проект его позвала как раз женщина, которая с пациентами с ожирением и диабетом работает. И оттуда уже раскрутилось все. У нас там есть клинические коллеги, которые работают с депрессивными пациентами. И есть наша часть вот на мышах. Такой большой довольно проект международный. Это очень круто. Ты напомнил мне про эпизод, который я бы хотела еще раз посоветовать слушателям. Мы как-то говорили про микробиом очень давно. И там мы упоминали о взаимосвязи микробиома и депрессии. В принципе, я об этой теме узнала еще в 2013-2014 году, когда появилась книга «Очаровательный кишечник». И когда мы писали эпизод, я пришла к выводу, что очень больших извинений с 2013 года особо не было в этой теме. Расскажи, пожалуйста, побольше, как микробиом влияет на депрессию? И можно ли, я не знаю, подсадить чужие какашки и стать счастливее от этого? Просто это звучит даже очень провокационно. Слушай, на самом деле, как раз про микробиоту я пока не очень специалист. Хотя у нас есть коллеги, которые этим занимаются. В частности, есть такой мужик в Ирландии Джон Крайен. Это человек, который первый в мире начал изучать связь кишечника и бактерий кишечных с психическими заболеваниями. И они действительно первые начали делать вот эти вот операции, когда они кал-депрессивных больных присаживают мышам со стерильным кишечником и у них воспроизводятся симптомы депрессии. Вот первую статью они опубликовали где-то там в районе 10 лет назад. И они будут проводить эти исследования. Плюс у нас есть коллеги, которые будут анализировать микробион наших мышей. И я не особо, короче говоря, специалист именно в микробиоте, но вот, например, одно из веществ, которое тоже обладает терапевтическим действием, это так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. И их именно вырабатывает кишечная микробиота. И это один из факторов терапевтического эффекта, например, средиземноморской диеты, потому что из всяких вот этих вот продуктов в овощах, в частности, бактерии вырабатывают эти вещества, они поступают в кровь и оказывают какое-то терапевтическое действие. Так что да, пока что еще много загадок, конечно, в этой области с кишечным микробиотой, но просто статьи выходят чуть ли не каждый день на эту тему. Это прям супер сейчас модная тема. Это действительно очень модная тема, но я к тому, что я не увидела в них, но я опять же не специалист, я даже не биолог, не физиолог, я прям физик, очень далека от всей темы, но я не увидела в них принципиально чего-то нового. То есть там были статьи о микробиоте новорожденных детей, и делалось предположение, что к двум или к пяти годам все выравнивается, неважно, ребенок был рожден естественным способом или через кесарево сечение. И статьи себя как будто повторяли. И вот поэтому я так поинтересовалась, может быть, я просто чего-то не вижу и не понимаю, да? Ну, в принципе, если область такая новая, то необходимо собрать очень большое количество знаний для того, чтобы произошел такой качественный рывок. Все более-менее понятно. В плане, что я примерно поняла, почему я не вижу таких больших изменений. Ну да, там не очень быстро все развивается, но реально много очень лабораторий занимаются этой темой. Окей. Вернемся к депрессии и вернемся к, ну, наверное, тем темам, которые мы хотели обсудить. Мы с тобой хотели еще поговорить, как отличаются мужчины и женщины в контексте депрессии. Я знаю больше женщин в депрессии, чем мужчин, но это не чисто женское заболевание, да? Расскажи, пожалуйста, мы болеем больше, вы болеете больше, мы болеем тяжелее, вы получаете меньше помощи. Что происходит? Да. Значит, в целом эпидемиологические данные по самым разным странам показывают, что женщины примерно в два раза чаще у них диагностируется депрессия. И тут человек, который далек от этой темы, может, в зависимости от того, настроен он консервативно или феминистически, сказать, что либо один лагерь скажет, что мужики депрессии не болеют, это не мужское дело, а другой лагерь скажет, что в силу патриархального устройства нашего общества у мужчин просто она реже диагностируется, потому что они менее охотно обращаются за помощью. Сто процентов. Я больше думала, что это тоже какая-то из причин. Это звучит правдоподобно, но есть два важных контраргумента. Первый контраргумент, что это соотношение не сильно различается в разных странах. Я специально нашел исследование, где изучали эпидемиологию депрессии в 22 арабских странах, ультраконсервативных, ультрапатриархальных, где, казалось бы, мужчины не очень охотно будут обращаться за помощью. И оказалось, что там у женщин депрессия, наоборот, диагностируется не в два раза чаще, а лишь в полтора. То есть, возможно... Такая большая. Вот, возможно, но можно было бы ожидать, что мужчина вообще не будет диагностироваться, что это, мол, женская болячка в таком патриаркальном обществе. Но, видимо, когда речь заходит уже о настоящей клинической депрессии, то там, так сказать, стереотипы немножечко отходят на второй план, потому что депрессия настоящая – это прям серьезно. Там уже все диагностируется. Я расскажу, как человек, который прошлой осенью прошел через депрессию, ты просто не можешь встать. Вот у тебя нету на это, у тебя нет сил жить. Это единственное объяснение, которое я могу привести. У тебя нет сил жить. Звучит пафосно, по-другому никак не объяснить. Надеюсь, вы никогда это не испытаете ни слушателей, ни зрителей. Я снова со своим ютубом. Приходите посмотреть на нас, мы миленькие. Но, получается, в клинической депрессии мужчины в два раза реже сталкиваются с ней, чем это объясняется, если не социальными вот такими факторами. Да, кроме того, есть еще один аргумент, что это соотношение вполне воспроизводится в моделях на животных. То есть я не хочу сегодня подробно говорить о том, как моделируется депрессия. Это большой разговор, который я уже как-то вел. Который ты уже провел, поэтому мы посоветуем всем послушать эпизод у Критмыша, где Илья рассказывал именно как про моделирование депрессии на животных. Прям очень точно, четко. Можно прям брать его эпизод и идти дома моделировать. Шучу, шучу, ребята, шучу. И у мышей и у крыс тоже, у самок более они предрасположены к депрессии. Соответственно, скорее всего, здесь имеют место какие-то прям такие физиологические различия. Это очень такая тонкая штука, что сейчас мы живем в замечательное прогрессивное время феминизма и других человеколюбивых движений. И поэтому есть тенденция, чтобы была такая штука, как нейросексизм, что женщины биологически более глупые, более какие-то хуже биологически, чем мужчины. На протяжении веков такие были представления. И сейчас, понятное дело, эти представления, они как бы, ну, есть противоположная тенденция, что мужчины и женщины вообще у них мозги ничем не отличаются все. Но я призываю все-таки воздерживаться от радикальных взглядов, что то, что у женщин и у мужчин мозги устроены и работают не совсем одинаково, не значит, что кто-то из них глупее. Если бы мы были устроены одинаково, то мы бы как бы и не различались. Не было бы ни мужчин, ни женщин. Вот, потому что... Было бы как в книжках у Руссула Легуэн. Вот, поэтому между мужским и женским мозгом есть различия, больше функциональные, чем какие-то структурные, потому что мы не можем отрицать, что некоторые заболевания более склонны, более свойственны женщинам, как депрессия, некоторым мужчинам, как аутизм и шизофрения. Поэтому, скорее всего, какие-то все-таки различия-то в мозгах имеются. И поэтому надо эти различия изучать, в том числе потому, что не исключено, что хорошо бы мужчин и женщин от этой депрессии лечить по-разному. Эта мысль про такое дифференциальное лечение мужчин и женщин от психических расстройств, она пока достаточно такая революционная. Это только зарождающееся такое движение. И тут есть такая очень важная штука, что хотя в человеческой популяции мужчин и женщин у нас плюс-минус 50 на 50, все лекарства в ходе разработки тестируются на животных мужского пола, на самцах, крыс и мышей. Это, кстати, сделано не из сексистских соображений, а по той простой причине, что с самками работать сложнее в силу их наличия у них эстрального цикла, который у людей менструальный, у животных эстральный. Потому что у них, вот у мышей и крыс, он 4 дня длится, у них там, как и у людей, все гормоны в течение цикла колеблются туда-сюда, и сложно достаточно все это дело как-то синхронизировать, чтобы группа была более-менее равномерной, или нужно делать в 4 раза больше выборку на каждую стадию цикла. Короче, с этим никогда не заморачивались. И только уже на рубеже веков наших вдруг кто-то почесал репу и сказал, знаете, ребята, а мы как бы лечим-то всех, а тестируем на самцах. Может, как бы это не очень здорово. И сейчас есть такая тенденция, что в топовых научных журналах, чтобы статью подать, нужно делать исследования и на самцах, и на самках. Не из как бы взгляда феминизма, а сугубо из взгляда, что нам надо потом переносить эти данные на людей обоих полов, поэтому хорошо бы и тестировать на всем разнообразии. И поэтому сейчас, в общем-то, очень много групп занимаются этой темой, даже если не целенаправленно. То есть есть группы, которые целенаправленно изучают именно половые различия во всяческих психических заболеваниях. Но есть группы, которые просто вы занимаетесь депрессией, шизофренией, аутизмом, чем угодно. Вам, чтобы подать статью в хороший журнал, нужно сделать и на самках, и на самцах. Если не различаются, замечательно. Вы их можете сложить вместе или показать два одинаковых столбика. Но вам нужно сделать все и на тех, и на других ребятах. Это была такая историческая подводка, почему я вообще в этой теме разбираюсь. Я как бы не то что специалист по женской депрессии, просто когда я приехал в Швейцарию, то в отличие от России-матушки, докуда прогресс, как обычно, доходит с опозданием, тут уже прямо прописано было в проекте, что мы работаем и на самцах, и на самках. И я стал как-то в этой теме копаться. И, в общем, достаточно глубоко в нее закопался. И в итоге довольно много знаю о том, почему же в итоге женщины страдают депрессией больше, чем мужчины. Поэтому вот сегодня я с вами частью своих знаний и поделюсь. Расскажи, почему? Это я прямо уже жду. Как так вышло, что... Ну вот, например, у меня депрессии связаны были в основном с эмиграцией, да, с изменением статуса моей жизни. То есть я вот эмигрирую, впадаю в грусть, я защищаю PHD, я впадаю в грусть, я защищаю PHD окончательно, я впадаю в депрессию первую, переезжаю в Германию, я впадаю в окончательную такую депрессушечку, что антидепрессанты со мной теперь на довольно длительный срок. Мне, кстати, повезло, я отношусь к тем 60%, которым смогли легко подобрать лекарство. Ну, здорово. Да, тебе повезло. Так вот, давайте... То есть мы такие несколько разных групп факторов рассмотрим. Сначала самое очевидное деление, что есть факторы чисто психологические, есть факторы уже более физиологические. Вот, я далёк от психологии и от психиатрии такой человеческой, поэтому я так поверхностно эту тему затрону. И, кроме того, эта тема такая достаточно сложная, потому что понятно, что если мы говорим о психологии, то тут не отделить поведенческие какие-то паттерны, которые, так сказать, встроены природой, от каких-то, которые просто связаны с социумом, с какими-то стереотипами и так далее. То, что вот просто может быть диагност... Было предположение, что просто диагностика неравномерная, что женщины больше обращаются за помощью, а мужчины скрывают. Так вот, какие тут есть, так сказать, объективные параметры, что, вообще говоря, вот это различие между мужчинами и женщинами, что женщины чаще страдают депрессией, оно начинается в подростковом возрасте, когда после начала пубертата начинают синтезироваться половые гормоны, к которым мы сейчас дальше перейдём, и эта история начинает разворачиваться. И тут важный фактор, такой социокультурный, что у женщин вообще и у девушек-подростков в частности больше, особенно на фоне гормональных изменений, начинается неудовлетворённость своим телом. Когда на фоне гормональных перестроек начинаются анатомические перестройки в силу давления там общества, всяких стереотипов и так далее. И у девушек подросткового возраста часто их не очень устраивает своя внешность, поэтому именно в подростковом возрасте прям резко возрастает частота депрессий, то есть она в подростковом возрасте намного больше, чем в детском. И у девушек она растёт значительно быстрее, чем у парней. Вот это такой объективный фактор, который не связан ни с какой диагностикой. И, соответственно, есть ещё тоже факторы психологические, которые уже такие более тонкие. Было, например, исследование на финских студентах, что женщины чаще прибегают в стрессовые ситуации к таким дисфункциональным, то, что они называют, стратегиям, которые не приводят к победе над стрессом, типа там заедание стресса, какие-то конфликты. Да что вы понимаете в этой жизни! А, мол, молодые люди чаще в том исследовании... Забивают стресс. Ну, в том исследовании, что они чаще там с кем-то поговорить, не знаю, спортом заняться. Но это было одно, правда, исследование, так что вряд ли это прям какая-то глобальная... Знаешь, я в него даже поверю. Я в него поверю, оно финское. Вот там, я уверена, народ, как только депрессия, стресс, они такие выбегают и бегут. Ну что, у них два выхода. Либо бежать, либо пить. Ну вот. Простите, кто в Финляндии. Поэтому, но больше, конечно, и мне, как физиологу, очень интересны какие-то нейрофизиологические механизмы. То есть, есть такая штука, что депрессия у женщин не только чаще встречается, она у них и протекает тяжелее. То есть, у них более выраженные симптомы и эмоциональные, и сопутствующие вегетативные нарушения, какие-то даже заболевания сердечно-сосудистой системы, пищеварения, связанные с депрессией, чаще встречаются у женщин. То есть, депрессия тяжелее у них. Почему? Происходит. Ну вот, потому что мы сейчас потихонечку снаружи, вглубь мозга будем забуриваться и понимать, с чем все это связано. Ну, конечно, на самом деле, большинство на гормоны завязано, как нетрудно догадаться. Еще из таких, отчасти, психологических факторов есть данные, что психологические травмы в детстве, всякие детские неурядицы, она более травмирующий эффект оказывает на женщин, чем на мужчин. Но это не во... Скажем так, она больше приводит к депрессии у женщин, потому что у мужчин ее эффект проявляется больше прямо в детстве. Например, поэтому аутизм и шизофрения, кроме факторов генетических и пренатальных, у мужчин больше. А у женщин, у них такой отсроченный эффект, у этих всяких вот неурядиц в детстве. Поэтому они где-то там у них какой-то эффект оказывает, пока что спящий, а потом при каких-то нехороших ситуациях у них он может проявляться в виде депрессии. Еще из таких психологических различий, например, показано, что у женщин чаще депрессия сопровождается тревогой, а у мужчин чаще алкогольной и наркотической зависимостью. Вот эта история про зависимость тоже, она схожа с депрессией, что нам кажется, что у мужчин чаще наркотическая зависимость в силу каких-то культурных факторов, потому что у мужчин принято пить. Но на самом деле как бы нет. Есть вполне достаточно хорошо изученные механизмы нейрофизиологические, что устройство тех областей мозга, которые связаны с наркотической зависимостью, оно немного различается у мужчин и женщин, поэтому у мужчин просто быстрее при приеме, допустим, одинаковой дозы каких-то веществ разовьется наркотическая зависимость. Да ладно, я всегда думала, что у женщин больше, ну в смысле, что нам много не надо, да, то есть мы в целом меньше, и поэтому химически нам нужно там полдозы, чтобы улететь. Ну, понимаешь, вот улететь и сформировать зависимость, это не одно и то же, что... А как же про то, что женская зависимость алкогольная, если уж она наступает, то все, пиши, пропала? Нет? Ну да, но чтобы она наступила, это нужно постараться больше, чем мужчинам, что она, да, она... Просто задаться целью, да? Я не уверен, что это... В этой неделе? Вот, я не уверен, что это правда, а не стереотип, что женская депрессия, женский алкоголизм действительно хуже поддается лечению, но формируется он как бы сложнее. Женщине нужно дольше пить, чем мужчине, чтобы у нее прям развилась настоящая зависимость. Вот. Какие интересные там новости всплывают. Да, есть у них различия, например, то, о чем я сказал, что одни антидепрессанты лучше работают на женщинах, а другие на мужчинах. Тоже это стоит учитывать, что вот такие современные вот эти ингибиторы обратного захвата серотонина, они лучше работают и женщин, а более старые трициклические антидепрессанты лучше у мужчин были такие данные. И история, которая вот ближе к тому, чем я занимаюсь, что есть два таких основных типа депрессий. Одна называется меланхолическая депрессия, а другая атипичная депрессия. Меланхолическая депрессия более привычная нам форма, когда у человека нет сил, подавленное настроение, нет аппетита, потеря веса, и вообще он весь такой еле живой. Хотя бывает и наоборот, такое у него возбужденное состояние, поэтому она часто тревогой сопровождается. А атипичная депрессия, она наоборот, вот когда человек такой вот постоянно хочет спать, у него совершенно нет сил, у него увеличивается аппетит, набирается вес, вот она связана с ожирением, этот тип депрессии. И вот эта атипичная депрессия, она даже внутри частот депрессии в два-три раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. То есть они среди всей депрессии женщины еще более предрасположены к вот этому типу депрессии. То есть мало того, что у тебя и так депрессия, так ты еще и поправилась, ну, чтобы добить тебя. Да, к сожалению, женщины более склонны к этому типу, а учитывая всякие социокультурные факторы, он тоже, это такая самоподдерживающаяся систему, когда женщина набирает вес в депрессии, это как бы не способствует улучшению ее самочувствия, к сожалению. Я хочу сказать, что когда ты находишься в депрессии, у тебя еще меняется метаболизм, и вот, например, в моем случае я, во-первых, не заметила, что я перестала кушать полноценно, то есть можно это не заметить, когда ты в депрессии, а во-вторых, сейчас уже выйдя из депрессии, у меня очень сильно нарушился метаболизм, и я очень сильно поправилась, то есть даже не в атипичной депрессии можно так конкретно поправиться, а вернуться к весу нормы займет довольно длительное время, то есть нужно это принять, наверное. Вот, и то, о чем я вначале говорил, что вот эта атипичная депрессия, она связана с ожирением, и мы не понимаем, то есть очень мало мы понимаем, по какому пути пойдет депрессия, по меланхолическому или по атипичному, будет набор веса или потеря веса, будет ожирение, и примерно 25-30% и на тот, и на другой тип приходится, то есть довольно много людей, как набирает вес. Подожди, а куда делись остальные? Ну, остальных не меняется. Ах, ведьмы и ведьмаки! Простите. Зрители только что увидели, как у меня упал полпфильтр, а слушатели, возможно, услышали это. Простите, пожалуйста. Так вот, и один из, видимо, важных довольно факторов, который все-таки уже известен, связан с вот этими двумя типами депрессии атипичной, и меланхолической, это воспаление. Это вообще, я думаю, не очевидно ни разу для людей далеких от нейрофизиологии штука, что воспаление, оно важно не только при каких-то вегетативных заболеваниях, оно играет важнейшую роль и в психических заболеваниях. Это как бы называется нейровоспаление. В мозгу есть специальные иммунные клетки, которые могут там запускать тоже воспалительную реакцию. Вопрос. Я думала, что воспаление всегда сопровождает именно набор веса, да? Получается, что воспаление возможно и для тех, кто не набирает вес, когда ты просто в депрессии и у тебя просто включается это. Или? Ты прям взришь в корень, потому что действительно воспаление в основном сопровождает именно атипичную депрессию, которая сопровождается набором веса, и воспаление является основным связующим звеном между депрессией и ожирением. И более того, эта связь, она двусторонняя. Не только депрессия, вот это атипичное приводит к набору веса, но и ожирение само по себе, даже если мы исключим психологические факторы, что давление общества, фэт-шейминг и все такое, что люди с лишним весом могут чисто по психологическому. Вот когда ты смотришь просто в зеркало в своей любимой юбке, а она не застегивается, там просто зеркало шейминг. Ты себе не представляешь, это зеркало смотрит на тебя и шеймит, шеймит, шеймит. Там даже не нужно из дома выходить. Короче, есть сугубо такие метаболические факторы, которые при ожирении могут приводить к депрессии. Это вот, кстати, такая штука, что помнится, по-моему, вот у тебя был выпуск тоже про, назывался он генетика депрессии, вы там, правда, про генетику не особо поговорили, больше про депрессию. Да, получилось так. Вот. Что там вот гостья говорила, что депрессия бывает эндогенная и реактивная, что эндогенная внутренними факторами, а реактивная внешним. Я сегодня даже переспросил официально своего друга психиатра, чтобы убедиться, что это достаточно устаревшее такое разделение, что ни в каких зарубежных статьях я его не нахожу, и он говорит, что и у нас стараются от него отходить, потому что, ну, как бы бабушка надвое сказала, у кого там какие факторы привели к депрессии, мы, в общем-то, это по клинической картине не можем воспроизвести. То есть, да, хорошо, если мы знаем, от чего депрессия, но это не особо нам помогает при постановке диагноза и при назначении лечения. Почему это я? Не знаю. Мы все еще говорим про развитие мужчин и женщин, про гормоны половые и про воспаление. Вспомнил, что, несмотря на то, что эндогенная и реактивная депрессия не являются прям такими, извините за умное слово, нозологическими единицами, то есть, это неофициальный диагноз, тем не менее, мы можем использовать слово эндогенная депрессия, чтобы подчеркнуть, что она развилась без каких-то таких действительно серьезных внешних психологических воздействий, без какого-то стресса, что депрессия действительно может возникать просто в силу каких-то гормональных нарушений. Вот это именно то, что может происходить при ожирении, что ожирение сопровождается воспалительной реакцией, в организме, которая может в мозгу запускать всяческие нехорошие процессы, которые в том числе приведут к депрессии, потому что известна такая штука, она по-английски называется sickness behavior, то есть поведение больного. У нас нет нормального термина, по-моему, что когда вы болеете, вам плохо. То есть это вот иллюстрирует тот факт, что само по себе воспаление в организме серьезное, оно может влиять на ваше эмоциональное состояние. Поэтому неудивительно, что воспаление, которое вызывается какими-то инфекциями, системными заболеваниями, сердечно-сосудистыми, кишечными и прочее, оно действительно может не просто нарушать настроение, а прям приводить к настоящей депрессии. Это вот та самая эндогенная депрессия, но у нее много факторов, щитовидная железа очень сильно. Кстати, когда мы дойдем до послеродовой депрессии, тоже она в значительной степени эндогенной природы, просто гормональной. Так вот, и вся эта была история про воспаление к тому, что у женщин воспаление идет активнее. У женщин в ходе эволюции выработалось, что женщине нужно защищать сначала плод, а потом дитё, особенно в ходе молочного вскармливания от всякой гадости. И поэтому у женщины иммунная система, она более чувствительна к патогенам. она более легко активируется при каких-то инфекциях, потому что нужно защищаться. Но, как и очень многое в нашей человеческой жизни, нам досталось наследство от эволюции. Эволюция, к сожалению, очень сильно отстает от, так сказать, исторических изменений. поэтому мы уже давно, собственно говоря, не живём в опасном лесу, где полно паразитов. Смешно говорить это в 21-м году. Подожди, мы с тобой давно, конечно, живём, но я вот буквально на днях прочитала, что вот 20-й год ударил по демократии и экономике настолько, что некоторые страны ощутимо откатились. Так что некоторые люди всё ещё живут в тех самых условиях, где паразиты, ладно, не по дереву бегают, но по столу так точно. Ну вот. И тем не менее то, что вот наша иммунная система, она постоянно стоит на стрёме и готова в любой момент обнажить все свои орудия и пойти в бой, это приводит к тому, что сейчас у нас увеличивается частота с одной стороны психических заболеваний, с другой стороны аутоиммунных заболеваний. Именно по этой причине женщины также более предотположены к аутоиммунным заболеваниям. И рассеянный склероз, и волчанка, и в общем разные заболевания аутоиммунные, они больше встречаются у женщин. Скажи, пожалуйста, что-нибудь хорошее, например, у женщин встречается, я не знаю, выше кьюдом, что-нибудь такое, что я такая, ну слава богу, повезло. Мне кажется, просто за наличие месячных мы заслужили, чтобы нам вообще ни одна болячка не приставала. Типа, ты получила ПМС, и это компенсировало все болезни наперед. Нет, такого нет? Я... Мне не нравится твой выдох. Ой. Я уверен, что какие-то вегетативные заболевания больше наоборот у мужчин? Я не знаю. Пока что только про аутизм прослушиваешься. Я не знаю, я просто совсем не медик и больше, да, больше про к сожалению, сегодня я пришел, да, с не очень оптимистичной темой для, я так понимаю, большей части твоей аудитории. Да я уверена и для твоей аудитории тоже. Что бы вы делали, что бы мы все подкастеры делали, если бы женщины не слушали подкасты? У меня на самом деле где-то 70%, ну может 60% это девушки слушают. Но мы с тобой очень хорошо заговорились, поэтому мне придется разделить этот эпизод на две части, поэтому, дорогие слушатели, мне жаль оставлять вас на этой пессимистической ноте. Обещаю, следующего эпизода вы будете ждать не две недели, а неделю. Как всегда будет бонус. Проходите, лайкайте, оставляйте вопросы под Ютубом, в Инстаграме, пишите нам в личку, заходите к ребятам в Эффект Наблюдателя, слушайте их там и передавайте привет. Всем спасибо за то, что вы нас сегодня прослушали. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok